29 ноября в Минске состоится встреча глав МИД стран Нормандской четверки. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции. Главы ведомства выяснят, что сделано, а что нет с момента последней встречи в октябре. Тогда была достигнута договоренность о разработке дорожной карты по реализации Минских соглашений. Ее должны были сделать до декабря. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, пятеро получили ранения. На Луганском направлении боевики открывали огонь восемь раз. В одном случае применяли тяжелое вооружение. На Донецком направлении зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня. В двух из них противник использовал минометы. Наиболее интенсивные обстрелы на Мариупольском участке, 23 из которых деви с применением запрещенных вооружений. Противник использовал минометы и ствольную артиллерию. До конца года Германию покинут до 100 тысяч мигрантов. Это те, кто не смог получить право на пребывание в стране. Канцлер Ангела Меркель заявила, особенно тревожная ситуация с беженцами из Афганистана. Несмотря на продолжающийся военный конфликт, Германия не может принять всех желающих выехать оттуда. По данным немецких СМИ, треть из 100 тысяч мигрантов должна быть депортирована. Остальные покинут Германию добровольно в рамках программ по возвращению, инициированных федеральным правительством. Меркель также возложила отдельную ответственность на власти федеральных земель. Они должны депортировать тех мигрантов, которым было отказано в праве на проживание в Германии. Напомним, с начала миграционного кризиса в страну разными способами попали более миллиона беженцев. Большинство из них – выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана, где продолжаются различные вооруженные конфликты.